Всем привет, с вами ДМ-Архитект и это очередная серия Drag Battle Cars. В этой серии Drag Battle Cars речь пойдет о замечательном автомобиле Nissan GT-R из моего гаража. Этот автомобиль на данный момент является самым быстрым моим автомобилем, так как Dodge Viper для своего пытался настроить, и с ним приключилась довольно-таки неприятная история. Ну а без азота наш Nissan едет 7,5 секунды, и нормальная реакция в идеальных переключениях. Увы, сейчас никакого не получается, самое быстрое получалось 7,25. Ну, это, правда, я еще поставил МСМ2 с пустым балломом, то есть у нас полный баллон влияет также на время, потому что там все-таки несколько килограммов добавляется. Ну, давайте заглянем под капот нашему зверьку. Итак, здесь у нас фильтр LPG-2, Super Charger Leisholm ES, дроссель Huge, коллектор и ресивер от Remington, так же как и двигатель тоже у нас от Remington, ну вот он же, Remington 6,5 литров. VX Plus, Climatok 4, Mahavik 2, коробка тоже от Remington, и деференциал, настраиванный плюс 2. Ну, не столько потому, что он такой прям офигенный деференциал, сколько, столько потому, что это плюс 2 первое, которое я выбил, то есть пусть 3 я не выбить не смог. Что касается подвески, здесь у нас SkyOver, настроены по дизайну, вот вы можете видеть на стройке на своих экранах правую и левую подвеску, не говоря о которой, а не царь, а некоторые переднюю. Колеса стоят стандартные, заключением того простого факта, что резина у нас теперь с давлением 420 тысячных атмосфер, и плюс ко всему еще сзади стоят колеса также шириной 435 миллиметров. Так это что? Ого, вот как. Смотрите, как прикольно. Блин, только что заметил. То есть это... Ааа, я могу посмотреть список всех колес на всех моих автомобилях. Офигенно, ребят, смотрите чё. Блядь, да-да. Это сравнение, блин, ребят, охуеть. Просто охуенно, честно. Ну, ладно. Нашли эту функцию, короче, замечательное из оборудования у нас здесь баллон huge, впрыск super huge, и шифт лампа, шифт лампа, по-моему, настроение немножко кривовато, ну да хрен с ней. Давайте посмотрим, что этот автомобиль покажет на не совсем полных настройках, но здесь настоят купленную карту 0,4% ниже максимума. Ну, проверим на 4-сла, наверное, данный автомобиль. На трассе промзона. Замечательная трасса промзона. Появилась предпоследняя, то есть после нее была только трасса порт. Изначально это самая первая трасса в игре была, но сейчас ее обновили. Вообще хрен с трассой. Классный целый. Ну, какая трасса такая и машина. 7,93, то есть с реакцией 0,92. Полный себе нормальный показатель, учитывая, что у нас настройки не полные. Что касается Ниле, то здесь автомобиль тоже показывает хорошую результату. Веселая трасса. Действительно, на Ниле интереснее гонять. Здесь можно разогнать машину по максимуму. Малость залит, конечно же, на переключении. На самом деле, получалось проехать гораздо быстрее эту дистанцию. Ну, результаты вы видите в таблице. То есть это пройдено полностью без азота. На самом деле, что здесь, веков в час, ну, видимо, что-то где-то я не так увеличил. Это как надо было, по-моему, не в третьей передаче, а не в пятой. Ну, что сделано, то сделано, друзья мои. Кстати говоря, насчет того, кто принимает наши заявки. Ну, давайте поставим нестандартную ставку. И даже нестандартную ставку, где 30-50 рублей. И напишем, гекер. А посмотрим, кто же к нам зайдет. В принципе, противников, которые могут вот в окнате автомобиль, я могу пересчитать по пальцам. То есть... Не совсем по пальцам. То есть мне должны быть еще пальцы на ногах, пальцы на руках и пальцы на голове. Ну, однако же, запомнить их всех легко. То есть... Если ко мне зайдет кто-то, кого я уже знаю, ну, вот, Матвей Пушкарев, да, он без азота мой ДТР не обгонит. Ну, возможно, будет азотик, конечно, это будет, конечно, очень смешно и интересно. Ну, в целом, у Пушкарева достаточно быстрее автомобили получается. Вот как вот эта вот замечательная магия. А что ж, посмотрим, красный или синий, друзья мои. Безусловно. Рейнг он гик, но у него все-таки задний пилок. То есть... Ну, без гик он явно не проиграет. Ну, что тут сказать, прекрасный заезд. Оба автомобиля показали достойные результаты, хотя и не лучшие. То есть, что у меня, что у него достаточно кривая подвеска. Ну, в данном случае это не имеет значения, поскольку... ГТР показал свое превосходство. То есть, постоянно масса хуже из 124 килограмма. Этот половик действительно валит. Всем советую, друзья мои. С вами был ДМРТ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!